вы похожи на этого человека знаете отчасти только ус не хватает и волос чуть-чуть и кто же это это ян собески знаете как он подписался здесь нет нет вот здесь вот что написано скажите пожалуйста ладно сейчас заново магнус дух 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 а дух да и дальше что пишется украина что-то есть до украины великий князь украины и так далее покажите еще фотку как его звали то ян собески вот а чё правда я на него похож что ли янус видите янус а он литовский ли польский царь князь литовский великий князь украины видите а он не польский литовский да это когда было польский литовское княжество царство да речь посполитая была речь посполитая была а что неужели я на него похож так как две капли воды как две капли воды я не смог отличить самого начала еще серьезно а вы посмотрите вот если вам волосы волосы вот отрастить такие побольше вот ну прямо или если я на собеском побрить волосы получается как две капли воды у меня волосы были раньше большие то я стригусь коротко и сейчас уже старый стал ну все видите вот вылитый ян молодой наверно был да нет тут уже он такой как он подписывается вот здесь вот еще видите свет украина свет и магнус дукс украина там 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 да так что там хотел спросить что там путин говорит что ленин украину создал это 1600 года конец семнадцатого века да да ян собеский это 17 век значит так это а так тогда просто эти территории где украина входили польско-литовский речь посполиту короче да под днепру тогда было под днепру поделили под днепру и подписался великим князем украины подписался я знаю под днепру там было большое это речь посполита она была большая как империя потому что там пол европы входило в речь посполиту ну да да и венгрия и австрия и германия и пол германии и там она пол европы была там сильная была испания и америка это считалось империя речь посполита она долго продержалась 250 лет и она только с россии долго воевала и сильно остальные все французов быстро победили немцы быстро а вот речь посполита была сильная почему потому что соседние соседи польша украина территории прибалтикам это соседи это все сильные да 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 а в каком году была создана речь посполитая знаете а в каком году речь посполитая была создана знаете ой не знаю но знаю что от ивана грозного ну да 1569 какой 1569 во времена ливонских войн ивана грозного который вел их с 1558 по 1583 была создана так такой союз между великим княжеством литовскими королевством польским в слиянии в единое государство речь посполитую да 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 и это и польша была видите это ну как сильно это была империя они же смолен с долго с россией долго 250 лет с россией воевали так долго вы не говорите с россией какой россии даже московское царство было какая там россия ну да ну наверное да скорее всего да там было да правильно вы говорите вот ну я имею ввиду то что территория была под днепру помните вот там речь посполитая была под днепру понятно поделили да руины вследствие руины потом конца поделили да так я не пойму почему путин говорит что украины то не было ее ленин создал не так тогда не украина была тогда было вот же спали так вот же ж речь посполитая состоялась ну как да состояла из королевства польского великого княжества литовского и тогда еще русского которые в конце семнадцатого века украина еще подписывалась вот здесь тоже это гравюра гравюра семнадцатого века и времен яна соберского ну говорят так так я с вами знаете как сейчас я скажу так территория украины она была конечно земли эти люди там всегда были она называлась вот смотрите это королева это жена жена яна соберского мария да да правильно даже 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 при петре первом при екатерине второй там был этот самый этот как он при при ломоносове он был еще при екатерине второй при елизавете ломоносов этот разумовский петровск разумовский был кирилл разумовский последний theme украины до детьма украине то есть украина тогда была территория она была люди были правильно государством до как подписано мария подписано украинской и княжной она подписана видите вот здесь да вижу вижу так все же было все было и государство украинского боева в чем-то проблема суть вопроса знаете в чем заключается что украина она ведь слабая как бы эти земли кто только не завоевал и польша завоевала и немцы была оккупация под нем подождите вопрос почему путин говорит что ленин создал украину если она была вот чем вопрос состоит было наверное да не ленин создал как сказал я вам скажу он добавил эти области восточные и он создал саму республику украину как автономные знаете вот еврейская делали раньше там алтайский край там и допустим республики другие он он же добавил все равно туда вот вы сказали про украину правильно но я же вам сказал по днепру помните сразу раздел пошел ничего не понятно вопрос состоит вопрос состоит том почему путин глава россии говорит что ее ленин создал вот чем вопрос был ну там еще хрущи тогда ну она была так не еще если вот здесь же написано нет нет было все было на задолго до ленина за 200 за 300 лет было правильно и власть менялась был и царь были были коммунисты у власти украина была правильно вы правильно говорить и и под польскими по нами было я ведь знаете независимый был по всякому я родился да да как думаете где я родился без понятия а где родился откуда мне знать скажите откуда мне это звон подобный где родился сорочницах а какая область полтавской правильно а я рядом с полтавской областью родился южнее ну вы молодцы хорошо образованные очень культурные мне это нравится потому что обычно с украины молодежь немножко грубоватая ну ну понятно что война я понимаю не надо было нападать на украину не было бы никакой никакого-то злой вот вас как зовут станислав меня зовут валерий вот смотрите значит войны они всегда были из-за земли том числе понимаете тут никуда не деться тысячи лет всегда воевали всегда каждый с каждым воевал не только у нас вот это и в европе воевали испанцы с французами испанцы с римлянами ну так мы ж не в 17 веке мы ж не в середневековье живем чтобы сейчас воевать ну походу вернулись туда ну походу да походу да походу вернулись потому что раз воюем погибаем все же погибают ведь не только этот украинские русские солдаты а за что русские это погибают поблагодарить débероiant да нет больше есть солдаты всякие солдаты дубровольцы добровольцы конечно есть а вот вопрос вопрос то за что русские погибают ну ладно романсы защищают свою родину ну один помогает весь мир защищать свою родину но одну не отбивается чтобы избегать свои дома чтобы связи свои защитить а русский это за что вопрос так также саму зародину точно так да не понимать Вот всегда солдаты воюют, да, две стороны армии воюют, две армии, допустим, неважно, и все равно все воюют за родину. А какая же родина, если Украина не нападала на эту родину российскую? На какую Россию напала Украина в 2014 году? Или может в 2016, 2019, 2020, 2022 даже? На какую? Ну, наверное, вы правы, да. Но понимаете, что Россия это империя, а империя обычно съедает, большая съедает маленькую империю, страну. Понимаешь, потому что все равно империя идет на увеличение. А, то есть все-таки они воюют за родину имперскую, которая хочет поглотить весь мир. Да. Глобус, Глобус, Глобус и этот коммунистический... Да, смотрите, я вам скажу, я забыл, как зовут, я вам скажу так, вот смотри, солдат, он просто воюет, он солдат, он выполняет приказ. Конечно, ему там скажут за родину, там за Сталина, раньше за царя говорили, когда шли в бой в Российской империи, говорили за царя и отечество. За веру царя и отечество. Да, за веру царя и отечество всегда, потому что солдату надо мотивация, он идет и погибает, умирает. Он идет, ему нужна мотивация, чтобы достойно умереть, понимаете. Это любому солдату, и американскому, и китайскому, и японскому особенно, это такая жизнь у солдата. Он должен умереть, он защищает свою страну, родину императора, императора в первую очередь, царя, князя, императора в первую очередь. Родина это потом, родина это так. Конечно, дают свою жизнь за человека, который он никогда не видел и в принципе... Да, а так и было всегда. Вот смотрите, я вам скажу, была война со шведами при Петре Первом. Петр Первый там наблюдал, генералы погибали, воевали с Наполеоном. Пришел Александр там какой был, первый? Да, первый. Первый. Вот, и этот сам, он наблюдал, сверху на горе стоит и наблюдает, как его генералы, маршалы погибали, которые дворянины, которые богатые. А он смотрел, как генералы, и у Наполеона генералы погибали, маршалы, на поле боя, и у нас. И они смотрели, они, видите, такие были преданы своему царю. Вот так вот. Ну ладно, мышление 19 века, ладно 18, но в 21 веке есть интернет, есть технологии, есть, видно, как другие живут, что они в принципе не ведут там каких-то захватнических войн в Европе, они между собой там не воюют, они спокойно торгуют, развиваются, там покупают машины, там телефоны, там дома, еще что-то, ну технологии в космос летят, так дальше. Ну видят же все это, эти жители Российской Федерации, что они-то находятся в мышлении 19 века, что за царя умереть в принципе это не так уж и плохо, что это гордость все-таки. Ну да. Вот почему так вообще, как такое возможно? Технологии должны были изменить это мировоззрение. Видно, не меняет. Видите, я же говорю не только про солдата, я же сказал про маршала и генерала, которых имения свои большие были, и маршалы погибали за Александра Первого. Ну я не знаю, какие маршалы погибли за Александра Первого, честно говоря. Ой, много, много там и маршал, и генералов погибли. Я не знаю, я знаю и Суворова, генералиссимуса, который вообще ни за что там не погиб, он занимался карательными этими экспедициями против Ногайцев, против поляков, штурм Праги, которым там погибали десятки тысяч жителей. Это все он спокойно делал. Он там экспансией занимался в Европе, через Альпы пытался перейти, это да. Дожил в себе там спокойно, пережил нескольких императоров. Деревня умер от старости. Ну пережил он императоров довольно много. А он же Суворов тоже уже выполнял приказы императрицы Екатерине. Выполнял? Ну я имею в виду он не погибал там. Приказ у Суворов, у Хакова там, Суворов, и они там шли воевали в Европу, хоть с кем. Им приказ идет, они военные. Им скажут, иди с Африкой воюют, пойдут с Африкой воевать. Им скажут, иди в Индию, пойдут с Индией. Солдат, он выполняет приказ, что император приказал, туда он и идет. Так было и в Римской империи, и в любой империи. Солдат, он... Короче, вся проблема империи. Вся проблема существования империи как такой. Так, подождите, еще раз вас... Я хочу вам кое-что тайну открыть. Ну, как вас зовут еще раз? Станислав. 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 Значит, вот смотрите. Я родился на Украине в советское время. И живу в России, конечно, да, давно уже. Но этот самый... Для меня там тоже родные. У меня три племянника убило, они за Украину. У меня там сын сестры воюет, тоже могут убить. Родной сестры. Молодежь там погибает, и тут погибает. Поверьте мне, дача вон там, в деревне, и тоже так же молодежь погибает. Так я вот вам скажу, Станислав. Войну затеяли. Далеко не русские. А войну затеяли. Евреи и мировое правительство. Знаю, вы слышали когда-нибудь о мировом правительстве, которые всегда правили, масоны, правили, начиная где-то с 15-17 века, может и раньше. Они были, может, даже при... Раньше еще... А чем это доказано? Чем-то было это доказано за всю историю? А вы верите в мировое правительство? Я верю в факты, верю в аргументацию, верю в то, что я могу сам увидеть, как вот эти гравюры, например. Вот я не видел фактов про мировые заговоры и тому подобное. То есть выше Путина и выше этого Клинтона или Буша, или кто там сейчас у них, Байдена, выше Байдена, есть мировое правительство, самые богатые триллиардеры, триллиардеры мира. Это мифы, это маски, собственно, на России. И они управляют миром. Они регулируют... Но это чем-то доказано. А? Это чем-то доказано. Это доказано. Чем? Человек должен сам дойти и догадаться. Не-не, чем это доказано? Это же можно что угодно. Это доказано вот этой войной на Украине. То, что брат-брат... Это доказано, когда... Так русские и украинцы и кратопартиями-то не были. Вы в чем? Когда... Помните, красные и белые поделили брат-брата? И сейчас поделили страны. Сначала развалили, потом поделили. И... Так доказано, что мировое правительство и так дальше. Ну, масоны есть такое. Они были, есть и будут. И они управляют. А они были разрываны и даже не сидят в Америке. Чем доказано это все? Может, в Америке. Я вижу, что есть Путин, выступающий Путин, который говорит, что он идет деноцифицировать и демилитаризировать и так дальше. И так дальше. Вот это реальный факт. То, что видно. То, что понятно. Я вижу, что идут русские мальчики, которые воюют за империю, а не за отечество. Захватывать... За деньги и так дальше. Это все без проблем. Вот это я все вижу. Чего-то мифического я не вижу. Это скорее отмазки самой же Российской Федерации, которая есть империей. Не больше. А это я вам первый или не первый вот говорю про мировое правительство? Вам еще такие попадались клиенты, как я вот... Да, никто не доказал ничем, не доказал эту аргументацию. Вообще ничего не проявил. Просто есть... Это было в начале 20 века тоже такие. Первая мировая война. Вот. Это все уже было. Вторая мировая война. Это все было, да. Приход даже Наполеона, это тоже было уже тогда масонами продумано английскими и все. А в чем смысл? В чем смысл продумания? В том, что Наполеона надо было ослабить, он дурной пришел к власти, и его Англия направила на Россию, чтобы он обогатился, завоевал Россию. А вы не знаете, что Россия перед этим, Российская империя, выразила оружие на границах. Она сказала фактически Франции, что не мол, что хочет напасть. Но в результате Наполеон увидел эту армию и понял, что если он первый не ударит, то окажется, опять-таки, это же была не одна антифранцузская коалиция против Франции. И поэтому Наполеон, в соответствии с прошлым опытом, он решил все-таки с этим не играться. И пошел резким маршем на Москву. Но он не думал, что царь убежит с столицы, что кинет все, что спалит, подпалит эту Москву. Он не думал, что такое вообще возможно, в принципе. И поэтому не удалось успешно закончить. То есть он шел на то, чтобы прямо включить переговорный процесс, чтобы Россия больше не угрожала Франции. Это же писал этот, как его историк, забыл вылить его с головы, фамилия его. Ну, вспомню, скажу. Ну, хорошо. Да. Ну, вот смотрите, я вам примеры, доказательства приведу. Где Россия, где Франция? Как Россия за 3 тысячи, за 5 тысяч километров от Парижа, Москва, 4 тысячи километров до Мадрида, как она могла угрожать, если она на каком расстоянии находится? Да, потому что поделили больше перед этим речь посполитую. Смотрите, смотрите, секунду, секунду, секунду. Речь посполитую поделили между собой Российская империя, Австрия и Пруссия. Поделили? Ну, завоевали речь посполитую. Кутузов, Сувору, вернее, при Екатерине брал Варшаву. Ну, вот, этот штурм Варшавы, штурм Праги, это Прага, это пригород Варшавы был. Они там вследствие штурма, это упогибло от 10 до 15 тысяч жителей, это все Суворов специально наказывал ему за этот, что там восстание было потом еще, Костюшко. И как раз таки, как раз таки границы Российской империи тогда где проходили? За сколько километров? Ну, либо Днепро, а потом, когда завоевывали, то двигались на запад. Нет, в состоянии на конец 18-го, начало 19-го века, где были границы российские. А, на конец 18-го и начало 19-го, это уже Варшава, Польша была в Российской империи в составе. Там рукой подать до Франции. И Прибалтика была, там была Россия на тот момент, одна шестая часть суши. Она была самая большая в тот момент империи. Ну, это в Советском Союзе так любили писать, ну понятно. Нет, в Советском Союзе это одна седьмая, там еще больше было. Ну так до Франции любой, рукой подать, господи, рукой подать до Франции тогда было. А вы говорите от Москвы. Да нет, далеко через всю Европу, не-не-не. Недалеко. Я вам расскажу, на самом деле, как было. Английские там короли, они боялись, что французы и Наполеон пойдет на Англию и их завоюет. И поэтому, знаете как, я пример расскажу, мы в школе, когда вот я, допустим, не мог набить кого-то большого, а там большой против меня. А я шел друга большого зову на помощь тоже старшего и говорю, вот меня хочет обидеть, вы два больших столкнитесь, вы равны. А я слаб же. Вот так же английские короли, лорды и хитрые масоны. Они, чтобы не напали, потому что Англия была в те времена богатая, самая богатая страна в мире. Больше всего колонии, больше всего грабили. И они, соответственно, Наполеона направили сюда, на Россию, чтобы он не пошел на Англию. Это вы на что посылаетесь? На собственные фантазии или что? Нет, нет. Да, это же ничем не подкреплено. Вы о чем? То же самое с Гитлером. Это можно фантазировать сколько угодно. Я вам это рекомендую, почитать историко. А они вот так же Гитлера направили на Москву, на Россию. Да, конечно. Только вот проблема в том, что Гитлер сразу воевал. Францию захватил полностью. Потом на Англию. Потом на Англию. Ну, то есть с Англией у них война шла практически с 3 сентября 1939-го после вторжения в Польшу. И спокойно себя бомбардировали. Просто Гитлер не мог добраться к Англии через то, что на островом есть фактически. Поэтому у него план был напасть на Советский Союз. В принципе, он говорил, что для нас уже потом пойдут условия невыгодные как раз с этих 40-х годов. Поэтому нужно в это все успеть. То есть он очень спешил. Но так как с Англией чуть не получилось, он параллельно еще и на Советский Союз пошел. Потому что Советский Союз тоже непонятно... Ну, он ждал пока слабе, пока один другого измотает. Тогда мы бы напали бы все равно. А, нет, подожди, там Польшу-то поделили ведь сначала, все равно Польшу поделили. Ну, так тут всегда-всегда Россия, Россия и Российская империя, и Советский Союз, и там Московское царство. Оно всегда-всегда было виновником вот этих войн. Оно само уже. Согласен, понятно, что обидно погибают солдаты, но... При Византийской империи, вы же, я вижу, хорошо историю знаете. Ведь было то же самое. А при Римской империи, что вы в Трамаре... Так мы же в 21 веке находимся. А я вам скажу про Украину. Вы в курсе дела, что солдаты Римской империи владели территориями всего побережья Черного моря? Вы в курсе дела? Нет, всего нет. И Средизирного, и Черного. Нет, Крым. Вот то, где Крым, и где вот это Николаев, и где Ростов, и где Краснодар, и где Абхазия, где Турция, где Грузия. Это все, Римская империя владела этими территориями. Да это были греческие колонии, захваченные Римом. Ненадолго очень. Они же силой брали. Любая империя силой берет, ведь согласитесь? Это же силой берет. Так вы говорите за первый век второй нашей эры, а не за 21 век. Это до нашей эры еще даже было. Какой это первый век? Это до нашей эры. Это было как раз вот, когда восстание Спартака было. Это еще там 500-700 лет до нашей эры было. Нет, границы Римской империи были максимальными при императоре Тарьяне, а это второй век, ну, первый-вторый век нашей эры. Ну, третий век, второй, ладно, три согласия. Это максимальные границы, когда он взял Дакию. Когда взял Дакию, тогда были максимальные границы. А так, то после этого они начали сменьшить, и до этого они были меньше. Все. То есть мы говорим все-таки за нашей эры. Правильно, они разошлись, развалились потом на две империи. Это византийская потом пошла империя. Правильно. Но опять же, византийская империя долго была. И никто тогда не говорил и не жаловался. Вот войны захватывают. Так, потому что такие времена, смотрите, такие времена были, что там таких империй было на каждом шагу, вот как подать. Типа, между собой постоянные войны были, зверства, и это было, в принципе, на порядке нормы. А вот сейчас, в 21 веке, все-таки мир пошел чуть дальше, и уже как бы вот летают уже там на Луну, уже Марс хотят полететь, так дальше. Но опять какой-то тормоз, опять какое-то торможение идет по развитию процесса. Ну, в принципе, человек опять сейчас может спуститься в каменный век с помощью брязгания оружия, особенно ядерным. Правильно. Но ядерное оружие, наверное, вряд ли будут применять. Погибать-то, наверное... Ну, это как морально-психологическое давление, чтобы сломать морально-психологический дух солдата. Ну, то есть, все равно же она хочет поборять, сказать, оружием, показать, что вот не надо с нами там тягаться, мы вот можем пойти там на апокалипсис, нам все равно. Вот самоубийцы. Ну, это не я говорил про апокалипсис. У каждого апокалипсис свой. Ну, Россия же испытывает сарматы. Да, испытывают оружие ядерное, и Америка, и Россия, и Китай все испытывают. Не, ну они же это показательно делают, чтобы все вот видели, чтобы... А, это вы понимаете, для того, чтобы морально-психологически воздействовать, чтобы боялись. Это понятно. Ну, боялись. Ну, то есть она угрожает всему миру сейчас. Сейчас угрожает всему человеку. Нету силы, нету силы армии, империя нахрен разваливается. Любая империя держится только на силе, на армии. Император и армия. Если слабый император и слабая армия, все, империи нет. Она развалится на сто кусочков, ее раздербанят. Она просто развалится сама. Сама. Понимаете, как вот все империи. Рано или поздно все империи разваливаются. Имейте в виду. Все. Да, понятно. И римская развалилась, и византийская. Ну, вот сейчас две империи держатся. Американская империя, я считаю. Была английская, сейчас она американская. И русская империя, и китайская. Три империи самые большие сейчас в мире считаются. Неофициально как бы. Вот. То есть американская, китайская и русская империя. Вот. То есть они все равно есть. А вот вы говорите, да, цивилизация, интернет, медицина. Все пошло вперед. А люди звери. Вот были звери, есть, видно и будут. Вот так Бог создал зверей. Вот собак, кошек, львов, волков, лесу. И вот человек-зверь, походу. Вот так и есть. Ну, знаете, я вижу, что Россия в технологии какие-то. Ну, вот как будто звери люди. Не, ну, какие, смотрите, какие машины производит Россия, вот скажите. Вот свои какие-то классные, ну, такие вот, прямо такие. Бренд какой-то там типа БМВ там. То, что для народа все плохо. То, что для военности... Почему тогда есть в Америке бренд? Почему есть в Японии, в этих империях Китая? В Германии, согласен. Там Мерседес. Там во Франции даже. То есть они сюда деньги вкладывают. Они все-таки идут на развитие вот этого зверства. От этого, как вы говорите, что все мы звери и так дальше. То понятно. Только вот непонятно, почему в других есть какие-то бренды, телефоны вот американские, китайские. А в России в этого ничего нет, зато есть сарматы в шахтах, которые взрываются. А вот и дело, что мы в России живем небогатыми. Что люди небогато живут там. И у нас машин хороших нету. И понятно, что уровень жизни меньше. Ну, потому что... Значит, есть у нас проблема, получается. Что одна империя живет вообще чисто милитарией, чисто, абсолютно ничем не связанным с развитием общества. Да, с развитием, в принципе. Просто с развитием. С развитием общества и повышением уровня жизни каждого человека. Ну да. Вот уровень жизни, достояние. Как вот в Америке уровень жизни, там в Англии. Понятно, что у нас его, увы, нету. Потому что все идет на военно-промышленный комплекс. Украинская армия, она вообще самая сильная и российская. Две самые армии в мире сильные по духу войны. Даже японцы курят и немцы курят. Я не говорю про американцев и китайцев. Это вообще не солдаты. Это б***ь. Б***ь. А самые сильные православные, даже греки. Вот греки считалось в древние времена, римский солдат считался сильный боевой дух. Греческая, македонские армии, греческие. А византия, византийские василевцы, они нанимали северных славяне в борьбе с османами. Нанимали они всех. Византийские викинги, викинги, вот эти шведы, скандинавы, викинги. И наши предки, звери в бою. Понимаете, самые лучшие солдаты. Вот ваши, украинские, и наши. Ваши в то время вообще тогда в пенугорские племена жили. Там не было солдат. Если за Россию говорите, там в то время тогда в пенугорские племена мирные жили. Которые вообще военным делом не занимались. Там приходили тогда князя, великие князя, киевские. Просто ставили здесь град, ставили здесь крепость. И собирали дань, и все просто. Это факт. Ну, дань собирали, но нет. Они нанимали византийские, нанимали византия, нанимало русских князей. В борьбе, греческие, в борьбе с мусульманами. Мусульманы там давиды. Да никто такого не делал, никто не нанимал. Это фантазии. Вы о чем? Никакого князя, ни один князь не был нанят в Византии. Все князья были сами по себе. Они хотели быть чуть ли не на равных с Византией постоянно. Святослав захватывал, договаривался с императором византийским на равне. Он захватил там часть Византийской империи. Хотел столицу перенести туда. А потом они подружились и войска Святослава на стороне Византии против Османа. А потом убили. А потом византийский император заказал убийство печенегам, которые перестрелили. Когда назад возвращался в Киев Святослава, его перестрелили на переправе и убили. Вот так все закончилось. А не нанималась дружина Великого князя Киевского на византийское войско. Это какие-то отдельные наемники. Я читал в книгописях, что я читал. Ну, может, это неправда, что нанимали. Каких? Что платили деньги, нанимали. Ну, может, я неправда. Не знаю. Я в точстве информации не владею. Ну, вот, не было такого. Не это самое. Это отдельные какие-то наемники, но дружина Великого князя Киевского точно не нанималась на той дружине. Это отдельное государственное образование. Но я говорю о том, что войны все равно неизбежны. Они были, есть и будут. Да, если жить мышлением, если жить в Византии, если жить мышлением Рима, если жить мышлением Российской империи и так далее, то, конечно, да. Но это в состоянии России. Вот я не вижу, чтобы Америка жила в состоянии какого-то 17-18 века. Америка не воюет на территории Америки. Вижу телефон американский. Видите, создали телефон. Вижу машину. Интернет там создали. Все на свете. А вот по медицине у нас... А России не вижу. Не вижу России телефона, не вижу России наушников, не вижу ничего. То есть это говорит о том, что Россия, в принципе, не идет к тому, чтобы развивать такие вещи. Она просто идет к тому, чтобы оставаться империей на протяжении, там, столетий, при том, что народ от этого страдает и мучается, и при этом никак на это не влияет. То есть народ остался в 16 веке жить. Правильно. Правильно говорите. Да, народ нищий. В 16 веке. Правильно. Но это говорит о том, что это кому-то надо, значит. Понимаете? Что была империя. Слушайте, давайте без конспирологии, давайте без конспирологии, его не люблю на ничто, ни о чем, знаете, про воздух. А давайте я вам докажу про масонов, что все-таки они были, есть и будут. Смотрите, вот Сталин говорил, пер на Америку, ой, плоха Америка, ой, плоха Америка. Где Сталина дети? Внуки, правнуки. Хрущев там кричал, ой, разбомблю Америку, тапком бил там по трибуне. Снял ботинок и ботинком бил. Где дети Хрущева? Вот это лечат на публику, хорошо работают. Где дети, внуки, правнуки и все деньги? Сколько денег тот Сталин увез, обогатил своих детей? Хрущев. Где родственники Брежнева, всех высокопоставленных лиц? Где все? Где все деньги? Где все? В Америке. Где Щербицкий и его дети? Первый секретарь Республики Украина. То есть в Америке. Все в Америке. Все. Все богатые украинские миллиардеры-олигархи. Где? В Америке. Слушайте, вы знаете, кто такие масоны? Кто такие масоны? Что такое вообще масонство? Вы хотя бы это знаете? Я вам доказываю. Или в Америке накапливаю. Там живут. Там управляют миром. В Америке управляют. Где будет война? Они захотят. Будут эти Эболы, всякие коронавирусы в Африке. В Китае будут травить коронавирусом. В Африке народ травить. Еще раз. Я доказательств не увидел. Я послушал какую-то конспирологию. Нет. Я просто говорю, что управление... Кто такие масоны вообще? Кто такие масоны? Давайте так. Кто такие масоны? Кто такие масоны? Это группы из самых богатых, которые управляют. Мировое правительство называется. Мировое правительство. Они всегда были, есть и будут. Они уже давно. Известно, что они от Петра Первого. Но они еще раньше. Они не только от Романовых. Это было еще при Римской империи. Это первые... Это английские лорды и короли. Первые изобретатели. Потому что Англия была маленькая. А им надо все было завивать. И деньги в Англии. Только в Англии. Где самые все были деньги. Как удобно списывать на что-то ничем не подтвержденное, мифическое. Можно, знаете, можно списать на сатану, на бога. На бога, на сатану можно списать все, что угодно. Ладно, давайте, все. Это конспирология, это чепуха.